Как мы вообще делаем? Раз, повернулся, и мы начинаем. Говорить сегодня мы будем об искусстве, потому что искусство – это еще один способ понять окружающий наш мир, нас. И творческое сообщество Кыргызстана не раз поддерживало Украину своими арт-активностями. Эти совместные с украинцами проекты, диджитал-картины и многое другое. Сегодня поговорим об гражданском активизме через призму искусства. И в гостях у нас… В гостях у нас искусствовед, арт-менеджер и специалист в сфере коммуникации. Акчбек Бешипаев, Акчбек, приветствуем вас. Доброе утро, привет. Но справедливости ради надо сказать, что творческое сообщество Кыргызстана или отдельные творческие люди поддерживали не только Украину, но и Россию в том числе. Об этом чуть позже. Акчбек, арт-искусство – это что-то политическое. Оно должно быть в контексте политики? Я думаю, что сегодня да. Сегодня искусство не может существовать вне политики. И, скорее всего, так же и потому, что само по себе оно является отличным инструментом для донесения информации. То есть мы живем в эпоху диджитал, и искусство развивается точно так же семимильными шагами. То есть есть понятие классического искусства, конечно же, но, наверное, сегодня делать искусство только ради искусства, в классическом понимании, как мы говорим, что искусство – это что-то такое красивое, но уже нельзя. Думаю, что да, это так или иначе может быть инструментом каким-то для высказывания. Расскажите, пожалуйста, о тех проектах, которые уже свершились в поддержку, скажем, Украины. Поддержку мира. Да, мира. Лично своих, да? Да. Потому что, конечно, есть огромное количество каких-то инициатив, о которых я не знаю, потому что делается очень много всего по всему миру. По Кыргызстану. По Кыргызстану. Ну, наверное, самое такое, что вызвало большой резонанс, это мурал в поддержку женщин и девочек, пострадавших от сексуального насилия в Украине во время вторжения российского. Его, получается, это был такой омаж произведению Семёна Чуйкова, художника, нашего самого известного, который стоял у истоков создания вообще школы кыргызской живописи. И вот мы с ребятами, получается, нарисовали мурал, и его после того, как мы опубликовали в соцсетях, его там через несколько часов кто-то закрасил. И потом уже... Это мурал с такой самой краткой историей жизни вообще, в истории, да, Бишкека. Наверное. Ну, на самом деле, он там уже несколько дней стоял. И вот это тоже пример влияния интернета, потому что стоило его опубликовать в соцсетях, в СМИ онлайн, и вот сразу, получается, его закрасили. А до этого он там спокойно стоял, никто его не трогал. Это вот украинская девушка, девочка с хрызской девочкой. С хрызской девочкой, да, держит друг друга за руки. Под мостом, да, это было? Ну, да, возле моста, получается. Вот где БЧК Южный, Насухебатара, это Карл Маркс. Чем эта вся история закончилась? В итоге закрасили? Его закрасили, и мы, честно говоря, у нас была идея, как бы, пойти там опять что-то нарисовать, да, поверх, но мы поняли, что это бесполезно, потому что это так и продолжится, да? Да. То есть его будут постоянно закрашивать. Ну, мы поступили лучше. На самом деле, как бы, часто, я думаю, что то, что, как бы, в интернете все остается, да, то есть, несмотря на то, что его закрасили, он продолжает жить в интернете. Более того, художница Таня Зеленская, она сделала такой оммаж на наш оммаж и вот создала онлайн-диджитал-иллюстрацию, как бы, основанную на нашей, то есть она там добавила нескольких ребят, и получилась вообще такая классная дружба. То есть это было вообще замечательно. А, во-первых, когда рисовали мурал, это все-таки нужно разрешение муниципалитета же? Вот как власти, ну, даже местные, там, мэрия Бишкека реагирует на эти вещи? Я откровенно скажу, что в этот раз я не брала никакого разрешения. То есть это был такой прям конкретный, наверное, партизанинг, можно сказать. Демарш. Да, ну, потому что еще, знаете, вообще вот эта вот линия БЧК, да, там граффитисты очень, по-моему, всю историю этого БЧК, наверное, как у нас появились уличные художники, да, стритат, артисты, там всегда что-то было. То есть вся суть граффити искусства в том, что вот ты приходишь, ни у кого не спрашиваешь и рисуешь. Но, конечно, сегодня это может считаться вандализмом, да, если мы рисуем на каких-то зданиях, которые кому-то принадлежат. Ну, так как БЧК – это такое место, которое… Ну, то есть… Арт-площадка, вот так называется. Грубо говоря, арт-площадка, да. Ну, я изначально говорила, что если там будут какие-то административные взыскания или что, я готова понести ответственность. Потому что, ну, это такая гражданская позиция, которую нужно выражать и нужно отстаивать. Так как за вами в итоге никто не выехал, не пришел? Нет. Ну, было, на самом деле, какие-то были угрозы в личных сообщениях от аккаунтов, которые невозможно отследить. То есть это, скорее всего, или фейки какие-то, или непонятные люди, в общем. Но нет, никто ничего прямого такого не было. А вот про сообщения, а сообщения украинских друзей, я не знаю, зрителей. Вообще, дошел ли наш месседж, точнее, ваш месседж поддержки до самой украинцы, до украинцев? Да, потому что было также очень много слов поддержки от украинцев, от людей, которые за Украину, да, получается. И также у меня есть друзья в Украине, арт-организации, с которыми я в хорошем контакте, и они тоже на своих площадках делали репосты, как-то вот, ну, своими силами тоже поддержку оказывали, информационную в том числе. А кто закрасил, вы не знаете? Мы не знаем. Но мы догадываемся. На самом деле, если честно, то версий несколько, да, это могут быть какие-то пророссийские, не знаю, как их назвать, поддерживатели. Ну, в общем, здорово. Почему ко мне перед глазами появился вот этот милиционер, помните, который там в воде по колено и там что-то закрашивает? Есть такая знаменитая фотография, она потом в мем превратилась. Ну, или это просто, не знаю, может быть, даже вот какие-то службы, которые ответственны за этот участок, может быть, они… На самом деле, посол Украины рассказывал, что он приехал вечером, вот мы опубликовали, я прям помню, это было во вторник, по-моему, 16 июля, и мы опубликовали это где-то в обед. И получается, он поехал туда вечером после работы, видимо, где-то часов в 7, а Мурал еще стоял, все там было, потому что он его сфотографировал себе, да, для себя, и буквально через полтора часа нам присылают картинку, что его уже закрасили. То есть, вот в этом промежутке полтора часа кто-то пришел и закрасил. Но эффект от того, что его закрасили и знаменитость этого Мурала, наоборот, возросла, да? Ну, это как, да, это эффект Барбары Стрейзен получился. То есть, как всегда, там, чем больше внимания привлекаешь тому, чего до этого, может быть, и не привлекло, да? А что не привлекло внимание? У нас есть еще какие-то такие очень крутые арт-работы, поддержку Украины, поддержку мира, которые, может быть, такого достойного внимания? Я видел замечательную карикатуру Нурбека с диктатором и юбиляром Октябрьским и так далее. Да, много инициатив. Вот в Караколе делали такой шердак в виде цветов украинского флага. Но знаете, я что поняла, вот когда все-таки мы там с Муралом первым, да, я прям адрес вот это все указывала в пресс-релизе даже. То есть, просто сама все карты... Да, вот эта точка, вообще приезжаете с краской и закрашиваете. Прекрасно знаем, где живем. Потом художники другие делали другие инициативы. Вот, допустим, на отрезке от Азия-Мола до Баканбаева, по-моему, по Белинке, там люки раскрашены вот как бы в разные цвета. Да, и вот это было такое ее художественное выражение. Она осмысляла свою самоидентичность, да, потом независимость, Кыргызстан, свою собственную. И вот они там спокойно стоят, потому что она нигде не писала адрес конкретный, да. То есть, возможно, по сути, люди проходят мимо, они видят, что люки раскрашены, но они осознают, скорее всего, что это как бы для чего-то, но прямой какой-то связи не делают. И это тоже замечательно. Это еще как бы такая мысль, то есть, искусство в том числе, оно же и о том, чтобы не всегда до конца все было в лоб и очевидно, а наоборот, там раскрывало какие-то другие идеи, мысли. То есть, оно не должно быть суперпрямолинейным. Но в активизме, наверное, все-таки лучше, когда месседж такой очень прямой. Доходчивый. Да. Максимально. Да, потому что как бы здесь мы ориентируемся на широкую публику. А вот внутри вашего сообщества, людей, которые работают в данном направлении, есть ли между вами какая-то полемика, обсуждение? Поделились ли художники, например, все же творцы, я не могу. На два лагеря. Да, по каким-то, скажем, политическим активам. Я бы сказала откровенно, что у нас все-таки у самих художников есть очень большая самоцензура. На самом деле, конечно, не у всех. У нас вот есть несколько очень самых таких ярких, наверное, представителей какого-то активистского более-менее движения, да, это Нурбек и Таня Зеленская, да, кто еще. Именно художники? Именно художники. Которые вот как бы, они не боятся, да, они вот постоянно что-то делают, сразу. Вы представляете, вы задали вопрос, а ведь у меня тоже на слуху только два имени. Нурбек карикатуры и Татьяна Зеленская. Ну, скорее всего, потому что это, видимо, такая данность, которую мы имеем. У нас есть много граффитистов, много стрит-арт-художников, паблик-арт, но они, я бы сказала… Отстраненные немного от всего этого. Да, или они, если они что-то делают, то они просто как бы это так широко не освещают, потому что… Я помню в начале, когда вот 24 февраля, да, после этого мы сидели, разговаривали, и многие хотели что-то сделать, вот как бы такое самовыражение там в поддержку Украины или просто такое осмысление, да, потому что, на самом деле, Кыргызстан тоже очень сильно от всего зависит, да. Да, безумно. И, ну, вот как бы всё равно думали, а что случится, если там вдруг меня, не знаю, заберут куда-то или ещё что-то. Из чего… Из-за того, что у меня ещё коммуникационный бэкграунд, то есть я всегда, если что-то делаю, я сразу стараюсь со всех сторон это посмотреть и предугадать возможные какие-то кризисы, да. Мы там разработали целую памятку для художников, что будет, если там вы выйдете на какую-то арт-акцию и вас там заберут в милицию или ещё что-то. Как оказалось, мне потом просто другие активисты рассказывали, что это вообще здорово, потому что чаще всего вот люди, когда выходят на какие-то митинги или ещё что-то, они даже про это не думают. А мы как бы заранее, я там всем рассылала протокол, который составила, чтобы… Ну, я сейчас немножко уже в другую степь ушла, потому что я ещё делала акции против гендерного насилия, и да, вот к ней мы очень тоже вот так вот… Ну, да, но никто не застрахован. Вот на днях Эндрюша Тохмана Сырова просто забрали у посольства, человек митинговал за мир, да. Может быть, это не был какой-то арт-активизм, но его забрали, и ну то, что завтра может тебя, может там Татьяну, Нурбека, Иркина, меня, любого человека просто… Любого сразу. Да, Ругин вернуть. Ну, мы знаем статус-кво в нашей стране, положение, поэтому защищёнными надо быть. А что по поводу каких-то больших международных примеров, кейсов? Вот что тебе больше всего запомнилось? Поддержку именно Украины. Ой, и честно говоря, их так много, но я точно знаю, что есть движение Artists for Ukraine. Очень крутое, очень крутое. Да, они и в Твиттере, и в Инстаграме, по-моему, сидят. То есть туда, получается, можно присылать свои работы, и они это всё публикуют. Это прям, это огромное движение, оно такое достаточно стихийное, потому что оно образовалось после 24 февраля. А потом сейчас очень много организаций, в принципе, они как бы, ну, наверное, ну, всё-таки предоставляют больше возможностей для украинских артистов, художников. Ну, я думаю, что это нормально в данной ситуации. То есть какие-то там арт-резиденции, ещё что-то, то есть вот, чтобы можно было выразиться. Ну, вот по этой теме. Вообще, ну, конечно, искусство – это такая мягкая сила, да, которая вот во времена смут, оно проявляется во всю мощь. Особенно остро. Особенно остро, да. И, наверное, особенно вот в наш век, в диджитал. Друзья, мы много говорили об Украине. Тем временем у нас есть своя маленькая гордая страна, Кыргызстан, которая на протяжении многих лет переживает, конечно, большие сложности, но последние несколько лет мы пережили прям, ой-ой-ой, у нас вот эти приграничные конфликты. По поводу Баткена. Нет, это не приграничные конфликты, это военное вторжение. Военное вторжение, да. Ну, имеется в виду, много конфликтов, которые… Своими именами названы. Да, много конфликтов, которые вылились, в конце концов, в полномасштабную войну, и сердце у нас до сих пор, на самом деле, обливается кровью, и раны еще, на самом деле, свежие. Мы видим и чувствуем вот эту всю ситуацию, но наши художники, арт, как вот назвать, арт-тусовка, не знаю, люди… Сообщества. Сообщества, да. То есть, по поводу Баткена, есть ли какие-то еще у вас идеи, замыслы? Может быть, там можно будет устроить какой-нибудь… Какой-то фестиваль, то есть, как-то удобрить эту землю баткенскую искусством, что ли, чтобы как-то смягчить последствия всего этого? Да, да. Ну, честно говоря, я лично сама не думала про то, чтобы делать там фестивали, но какое-то сделать художественное выражение однозначно, то есть, сделать это в виде паблик-арта, то есть, что-то в общественном пространстве. Пока что, лично у меня это все на уровне такого осмысления, задумок, а с другими ребятами я еще не разговаривала насчет этого. Но я уверена, что многие осмысляют это так или иначе. Понимаете, тут же, ну, не всегда здесь какая-то линейная такая связь, да? Да, не событие, а реакция, да? Да, иногда это просто вот что-то копится внутри человека, он это все осмысляет. Тут раз, два, несколько событий, и у него это выливается вообще в совершенно другом виде. Он охватывает несколько каких-то вещей. Ну, это не обязательно должно быть. Вот я художник, вот у нас случились трагические события в баткене, я там должен что-то именно про баткен сделать. Он может это в виде чего-то другого осмыслить, но, тем не менее, это может быть очень таким сильным высказыванием. Ахребек, вам не кажется, что в последнее время публика наша стала очень требовательна именно к арт-активистам? Ну, и, к примеру, я читал в Твиттере случай с Рысом, блогером задержанным. Вы помните, да, когда мама там выбежала перед машиной, хотела остановить эту машину, и я где-то читал там, почему Таня Зеленская не написала эту картину? Вот вам не кажется, что в последнее время мы начали требовать от художников, от арт-сообщества большего, чем они могут дать? Я думаю, что общество, в принципе, склонно требовать от всех всё, то есть постоянно будет кто-то, кто чем-то недоволен. Я такой прямой связи, честно говоря, не наблюдала, но здесь думаю, что это, с одной стороны, это норма, что люди чем-то всегда недоволены, то есть здесь мы ничего не можем сделать. С другой стороны, художник волен абсолютно делать всё, что он хочет, здесь тоже никаких претензий к нему быть не должно. Тем более, что у нас в стране всё, вообще вся арт-тусовка, она как бы, если смотреть широко, то посвящена самой себе. У нас нет такого достойного законодательства, там, в защиту каких-то авторских прав, или просто в защиту художественного самовыражения, да. У нас есть закон о культуре и всё такое, но они такие очень и очень общие. Вот если немножко отстраниться и смотреть на работу Тани Зеленской, ну, как что-то такое, она всё это делает, это её собственная гражданская позиция. То есть если бы, допустим, она была, не знаю, связана с каким-то арт-агентством, которое представляет её интересы, да, и они бы ей говорили, слушай, вот там события в Баткене, давай чего-нибудь нарисуй, да, или вот там блогера задержали, ты должна там что-то сделать. Но у неё, по сути, нет никаких обязанностей, она никому ничего не обязана, только как бы сама, да. Если у неё есть ресурсы внутренние на то, чтобы что-то делать, то она может это делать. Если нет, то это её полное право. Акджубек, а что говорят более старшее поколение, у которых, кстати, советская, я бы сказал, такая русская школа, ну я не знаю, тот же Шигаев или другие мастера. Фамилии, фамилии пошли. Нет, есть вообще реакция от них на вот эти военные действия, начиная от Украины, заканчивая Баткеном. Почему мы всё возложили на Зеленскую и Нурбека? А Валару вас не дейте. Да, это такой замечательный вопрос. В общем-то, я думаю, что у людей, у художников есть личная какая-то гражданская позиция, но, тем не менее, они не все считают нужным её высказывать публично. И здесь, опять-таки, это их собственное право. Безусловно. Но я ещё, знаете, думаю, то, что вот художники более старшие, то есть вот которые в советское время получили образование, у них, они же проходили все этапы профессионального развития и так далее. И вот сегодня им интересны какие-то более личные, наверное, переживания, чем что-то связанное с общественностью. Вам не кажется, что это всё связано ещё и с русской школой, что, ну, это в основном... Поддержка больше России? Да, безусловно. Там выходцы питерской школы, скорее всего, кое-кто московской. И есть какая-то такая ментальная связь с Россией. Я не думаю. Вы знаете, у меня тоже очень много друзей россиян, с которыми я училась там за границей, в магистратуре. Это замечательные люди, которые точно так же против всего, что происходит в их стране. Я думаю, что это всё суперсубъективно. Знаете, есть ещё такая... Вот есть академисты-художники, старшего поколения тем более, которые работают в классической живописи. Мне кажется, у нас просто в арт-тусовке несколько таких внутренних тусовок отдельных. Там есть академисты, которые сами по себе. Есть те, которые работают в современном искусстве. Они такие более... Экспериментаторы. Экспериментаторы, да. Они там вот интересно очень размышляют, думают. Есть там прикладники. Это вот крыгское традиционное прикладное искусство. Они тоже сами по себе, грубо говоря, ремесленники. И есть вот диджитал такая сфера, вот иллюстраторы, графические дизайнеры, наверное, которые тоже немножко... И вот мне всегда очень хочется как-то их всех так перемешать. Но пока что, конечно, есть какие-то отдельные инициативы. Это не сильно... Не сильно, наверное, проявляется. Видно пока, да? Может быть, какие-то отдельные случаи, да. Арчебек, хочется вам задать вопрос, который лично меня очень глубоко, внутри меня где-то переваривается. О культуре отмены, если можно, спрошу вас. Потому что есть художники. Он может быть русским, он может быть украинцем, он может быть крыгызом, он может быть демократом, неолибералом, неважно, кем он может быть. Но есть искусство, да? У которого нет национальности. Да, в начале культуре есть картина мира. И искусство – это один из способов познать этот мир. И даже если, скажем, это некий художник из России, который поддерживает, например, политику Кремля, и он нарисовал что-то такое эдакое, что его трогает, нужно ли это отменять? На уровне позиции, скажем. Или все-таки искусство... Это максимально сложный вопрос, конечно. Да, это очень сложный вопрос, но хочется вашей мысли по поводу этого. Просто для меня... Подождите, а как... Ты говоришь о современных художниках. Я говорю о том, что в целом есть позиция... Сафронов какой-нибудь, я не знаю. Есть позиция «Россия-Украина», которая поделила мир на два лагеря, но есть искусство, которое... Просто я вообще не понимаю, как можно отменить Чайковского, как можно отменить Пушкина и Есенина? Даже Даштовецкого, даже если он много тараканов в голове. Да, это так сложно, ребят. Я вот думаю, да, сейчас действительно у нас же много гениальных художников, не только художников, а вообще представителей сферы культуры и искусства, которые в жизни были ужасными людьми, но тем не менее то, что там они делали, это было прекрасно. Вот у вас есть друг художника из России, который поддерживает политику Кремля, и он очень классно рисует. Его работы и его позиции нужно ли рассматривать вместе или все-таки отделять? Ой, я думаю, что сегодня надо... Ну, все-таки отделить невозможно. Уже невозможно. Потому что... Ну, это все так... Мы смотрим, потом думаем, как вообще так можно, да? Ну, у всех свое мнение, конечно. Я думаю, что невозможно отделять. И мы так... Ну, это же... Это такая вот... Как бы ситуация с массами, да? Когда вот ты идешь по течению, вот вместе со всей толпой тебя несет. Когда, то есть, если... Грубо говоря, все начали возмущаться, то... И ты начинаешь возмущаться. Да, даже иногда можно не заметить, как тоже начинаешь и канцелить, и отменять. Но мы можем рассмотреть кейс со стороны самой России. К примеру, в России не перестали слушать Пугачеву и не перестали смотреть фильмы с участием Литвиновой. Но, может быть, есть смысл ей как бы отделить все это. Искусство искусством, позиция позицией. Ну, это, наверное, вопрос субъективный, да? Кто как воспринимает, да? Я просто еще думаю, есть же какой-то здравый смысл. Ну, как бы... О чем он говорит? А потом... Ваш здравый смысл, Амдибек, о чем он говорит? Просто, знаете, искусство, оно всегда об эмоциях, да? Вот я смотрю на работу. Это какая-то гениальная работа, да? При этом у меня там в мозгу где-то на заднем фоне вертится, что этот человек, который я создал, он там какой-нибудь фашист, да? И я это знаю, но как бы там сила моего накопленного опыта, там, жизненного, да, мне говорит, что нет черного и белого. То есть мы все люди, мы все подвержены каким-то эмоциям, мы очень многогранные, там, у нас... Мы можем в один день быть супер милыми, в другой день у нас плохое настроение, и мы там можем всем грубить, да? Ну, это тяжело вот так вот. Мне кажется, все, что касается радикализма, это плохо. То есть... И опять-таки мы... У нас есть только свой собственный опыт, который мы проецируем там в публику, и мы не знаем вот тут другого человека, что там было, да? Ну, мне к тебе встречный вопрос, Аркин. Вот завтра приедет труппа Большого театра, или, не знаю, Малого театра, или какой-нибудь известный российский артист, который, ну, скажем так, не вышел против Кремля, как минимум, да? Ну, ты же пойдешь на этот концерт? Конечно. Ну, вот, мне кажется, тоже здесь... Да, конечно, пойду, потому что, ну, как не пойти? Ну, ребята, рано или поздно всякая же война заканчивается, заканчивается она миром, да? И, как бы, она может быть и жить, и общаться. Я хочу, я сейчас прям вспомнила классный кейс. Давайте. Вот Сергей Полунин, это был просто прекрасный этот... Балетнистер. Да, танцор балета. Танцор балета, да. И он стал каким-то супер пропутинским, он себе там пять татуировок нанес головой Путина везде, просто я не знаю, что с ним случилось. В общем, ну, как бы пошел вот по вот этой вот стезе, и сейчас его везде канцелят. И я просто... Мне так просто было грустно, потому что я помню, когда вот он только, получается, стал такой звездой, потому что он был очень талантлив. Он вызывает восхищение, конечно. Он прекрасно танцевал, да? И вот то, что с ним сегодня происходит, это... Он все сам это создал, и то есть он просто сейчас идет по накатанной вниз. Я не знаю уже там, что с ним дальше будет. Вообще он канет в лету, сгинет, не знаю, что... Ну, это вот такая тонкая грань, да, между такой пропагандой... Потому что вот он, грубо говоря, он стал настолько промытый, что... И вот, да, пошел там... Может, он искал себе каких-то благ, но свернул определенно не туда. Альжбек, вы мониторите вообще, сколько пострадавшего искусства на территории Украины? Ну, вот театр... Я думаю, что его можно восстановить. Но есть же шедевры, я не знаю, в Одессе, шедевры там в Донецке. Это классно. Пострадавшие музеи, картины. Что не восстановлено вообще? Я еще до туда не добралась. Сейчас готовлю лекцию по украинскому искусству. Вот. Но вот это здорово, Эркин, я потом посмотрю. Нужно будет взять на заметку. Но потери, я так полагаю, наверное, колоссальные. Да, конечно. К сожалению. Как я говорил ранее, всякая война заканчивается миром. И есть ли у вас в завершении, у вас в планах Альжбека с нашими ребятами посетить Украину, укрепить какие-то дружеские связи, контакты. И, может быть, как бы отрефлексировать все то, что останется после нашествия. Ну, это замечательно. Конечно. Я, кстати, еще до этого не была в Украине. Серьезно? Нет, ни разу. Поэтому, да, было бы... Давайте вместе. Давайте вместе, да. Мне кажется, я переживаю вдвойне, потому что это была любовь с первого взгляда. Вот поехал, я, правда, на поезде туда поехал, и с перона влюбился в этот город Киев, Львов, Одесса. И, наверное, поэтому я дважды переживаю. Я переживаю вдвойне. Но я думаю, вы влюбитесь в этот город, в эту страну. Я хочу видеть Ахжбек вот во всем нашем, в ее образе, на фоне украинской архитектуры. Я бы очень хотела во Львов. И в Киев тоже. Ну, вообще, везде, где получится. Заканчиваем эфир прямо сейчас. Да. Ахжбек, я просто в завершение хочу сказать, что очень крутая вещи, которые вы делаете, они потрясающие. Они потрясающие. Спасибо большое, что у вас есть вот этот дух, дух свободы, который хватает не только нам, но еще и достается нашим соседям, братьям и друзьям. Если кто смотрит этот подкаст и досмотрел его до конца, если среди вас есть кинематографисты, киношники или люди, желающие что-то снимать, Ахжбек перед эфиром выразила желание сниматься. Поэтому давайте раскроем еще один потенциал Ахжбек. Я раньше снималась. Ну, сейчас уже другая Ахжбек. Искусствовед, арт-менеджер, специалист в сфере коммуникации и просто хороший, добрый, очень красивый человек, наш друг Ахжбек Ахжбек Бешебаева. Спасибо большое. Спасибо. Ну, на этом мы завершаем очередной выпуск «Эркин Толк». У-у-у-у, Толку. С вами был я, Эркин Рубаев и Эркина Склубеков. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok